Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Вчера я снял видео насчет дивидендного гэпа. Вчера дивидендный гэп был сразу по четырем компаниям. И давайте сейчас проанализируем, что же произошло вчера. Вот вчера мы наблюдали за дивидендным гэпом четырех компаний. Что такое дивидендный гэп? Дивидендный гэп это, смотрите, есть акции и есть дивиденды. И дивиденды получат все акционеры, которые, все, кто являлся владельцами акций до определенного числа. Это называется дата отсечки. Так вот, дата отсечки заранее объявляется. И на следующий день после даты отсечки, если акции продать, на следующий день, то дивиденды будут получены. Да, и в связи с этим, естественно, стоимость акций падает, потому что они уже не заряжены дивидендами. Вот. И вчера видео, ссылочку вы там вот видите, буклочка. И вот, соответственно, я посчитал ожидаемую цену. И вчера мы отслеживали просто, там было много еще, Мечел был, тоже день отсечки и так далее. Я отслеживал только четыре компании. Это Сургут нефтегаз привилегированный, который у меня в портфеле. Обувь России, который у меня в портфеле, я про нее говорил. Система была вчера, дивидендная отсечка. И вчера же была дивидендная отсечка по акциям Газпрома. Вот. И давайте посмотрим, что же вчера произошло с Сургут нефтегаз привилегированными, ну и со всеми другими акциями. Вот здесь вот таким розовеньким цветом я рассчитал цену, которая ожидается после того, как, ну вот, в начале торгов. Вот. Посмотрите, что произошло с различными акциями, с ценой на акции, которые мы отслеживали. Самый большой дивиденд из всех акций был по Сургут нефтегазу привилегированным. Дивиденд в размере, там, сколько, ну, 18% с лишним, там, был годовых размер дивиденда. Вот. Это самый большой дивиденд из всех рассматриваемых компаний. Вот. И поэтому на Сургут нефтегаз привилегированных самое большое падение. Сразу после открытия цена на акции упала, и она упала ниже, чем ожидаемая цена. О чем это говорит? Это говорит о том, о следующем. Первый вывод, что когда я говорил людям, люди, не покупайте эту акцию ради того, чтобы получить дивиденды, а потом продать с плечом, я был прав, потому что, смотрите, вот, цена акции упала настолько, что если ее продать было вчера, например, да, то она упала больше, чем на размер дивидендов. То есть вы в убытке были бы, если бы купили ее с плечом. Поэтому я настоятельно рекомендовал там предыдущее видео, если вы с плечом, то выйти отсюда. Но я покупал эти акции с плечом, получил прибыль, я вышел из сделки, которая была спекулятивная с плечом. Вот. Но в сделке, которая, сказать, за свои деньги, я остался. То есть здесь у меня есть сейчас пакет из 300 акций. И, ну, я их, наверное, продам после того, как они превысят вот эту вот розовую линию. Ну, давайте, так сказать, наименее интересные акции. Газпром. По Газпрому тоже была дивидендная отсечка. Она была не такая сильная. Не такая сильная. По Газпрому она была вот в районе, там, сколько там? 4%. 5%, 5,5% дивидендная отсечка. То есть отсечка не такая большая по Газпрому, но существенная. Что по Газпрому? Смотрите. После того, как произошла, так сказать, отсечка в начале торгов, акции Газпрома точно так же ушли ниже, чем ожидаемый уровень. О чем это говорит? О пессимизме акционеров. Вот о чем это говорит. То есть, вот, дивидендная отсечка превысила, дивидендный гэп превысил размер дивидендов. Это говорит о том, что акционеры считают, что данная компания, в общем сказать, недостаточно будет расти. И я в целом с этим согласен. Смотрите, Сургут привилегированный. Все говорят, что там курс акций зависит в основном, во многом, по крайней мере, от соотношения рубль к доллару. А рубль сейчас укрепляется, а у Сургута огромные запасы в долларах. Если доллар будет опускаться к рублю, он сейчас опускается, то, в общем сказать, перспективы получения дивидендов больших в следующий раз, они, в общем, становятся призрачные. Что с Газпромом? Ну, Газпром очень сильно политизированная компания и, во-первых, во-вторых, сейчас цены на газ упали немножечко. В-третьих, Северный поток-2, там противостояние стоит очень серьезное, там на него постоянно наезжают западные ребята и украинцы. Поэтому, в общем, сказать, есть некоторый пессимизм. Я тоже считаю, что Газпром вот недавно после того, как объявил, что будет платить достаточно большие дивиденды, которые он никогда не платил, он взлетел в цене. Но вот сейчас наблюдается какая-то коррекция. Я думаю, что в ближайшие месяца-3 Газпром расти вряд ли будет, а потом он очень сильно вырастет, поэтому я его вчера купил. Теперь дальше. Еще две компании очень интересные, которые были вчера. Дивиденды, дивидендная отсечка – это компания «Обуфи России» и «Система». Ну, давайте самое вкусное напоследок оставим. Вот. Смотрите еще раз. Дивиденды, тем, кто был до этой даты, до даты отсечки, получат дивиденды. Те, кто после даты отсечки, дивиденды не получат. Поэтому такой большой дивидендный гэп. И самый большой вопрос у акционеров – когда будет восстановление после этого дивидендного гэпа. Теперь давайте посмотрим на то, как вели себя акции системы. У системы дивиденды очень-очень маленькие были назначены. Вот. И поэтому дивидендный гэп был совсем, в общем-то, небольшой. Посмотрите, вот. Ну, там в районе 2%. Сейчас я, так сказать, скажу поточнее. Но, в общем-то, в районе 2% что-то там было. Ну, да. Вот. Здесь 1%. Ну, на самом деле, ну, на самом деле, вот в районе 2% дивиденды были назначены. Поэтому падение дивидендный гэп был очень маленький. И цена, то есть восстановление после дивидендного гэпа у компании АФК-система произошло буквально моментально. Понимаете? То есть восстановление после дивидендного гэпа. Вот. Когда восстановится «Газпром», черт его знает, месяца через 3. Когда восстановится «Сургут» нефтегаз привилегированные? В комментариях мне пишут, года через 3 может восстановиться. Потому что дивидендов там больше, так сказать, ну, люди говорят, что не светят. Кто-то говорит, кто-то говорит, светит. Посмотрим. Я считаю, что вполне дивиденды будут. То есть пессимисты, я не пессимист, я оптимист. Вот. Но по системе, как бы самые плохие времена у компании АФК-система, ну, судя по поведению акционеров, прошли. И фактически восстановление произошло сразу после дивидендного гэпа. И самая интересная компания, которая вчера был дивидендный гэп, это «Обувь России». Это вообще было нечто. Посмотрите. «Обувь России». Я ее купил, когда я говорил про Simply Wall Street сервис, и там, короче говоря, агентство Standard & Poor's, которое владеет этим сервисом, оценило потенциал компании «Обувь России», потенциал роста компании «Обувь России» 80% от текущей цены. То есть она должна вырасти на 80%, и я что-то так поверил им и купил эту компанию. Тысячу акций купил. Или лотов. Ну, акций. Вот. И, короче говоря, нет, тысячу акций я купил. Сто лотов. Вот. И, ну, я ее держал, и здесь дивидендный гэп вчера ожидался. И, посмотрите, вот ожидаемая цена, то есть если продать акции вот где-то, ну, выше, чем ожидаемая цена, то, значит, я получаю достаточно большую доходность. И я вчера вот эти акции, вот, если вы увидите, я продал их где-то вот здесь. А посмотрите, по чем я их мог продать на аукционе. То есть я про «Обувь России» я посмотрел, что график у нее совсем неоднозначный. Вот такой график. И здесь такие вот шпильки на открытии торгов регулярно возникают, потому что кто-то покупает эти акции на открытии торгов огромными пакетами. И я сказал, что я буду на аукционе перед торгами, буду регулярно ставить заявочки. И я снял видео, как я ставлю на аукционе эти заявочки. В надежде, что я продам вот где-то вот, ну, по 62 буквально можно, 62,5 можно продать. Посмотрите, сколько за последние дни было таких возможностей. За последние, там, 2-3 недели. Посмотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь раз можно было продать эти акции и получить примерно где-то там, ну, вот я сейчас скажу, сколько получить можно было. Вот на, вот, вот 62, ну, вот, да, 62, скажем, вот так вот, 62. И вот так. Ну, где-то по 5% с каждого раза можно было заработать за один день денег. И поэтому я просто решил, что 5% для спекулянта – это вообще страшное дело. И поэтому я решил, что я буду каждый день участвовать в аукционе, раз такой график красивый. Вот. И я участвовал. И вот вчера в аукционе я как раз в момент гэпа, я решил, что, ну, раз дивидендный гэп, а ожидаемая цена, посмотрите, какая ожидаемая цена. Вот такая я поставил, ну, я был уверен, что дивидендного гэпа не будет, что если я вот так продам, то будет здорово. На самом деле, я на аукционе продал эти акции вот здесь, действительно, а мог бы продать вот здесь. Блин, жаба задушила меня. Вот. И, соответственно, я их вот здесь купил. Нет, я их здесь не купил, я их здесь просто продал. Вот. Ну, так случилось. Вот. Я их продал. Я продал половину своего пакета. У меня был пакет в тысячу акций. Я продал, по-моему, 49. Вот. Сейчас я посмотрю, сколько. У меня пакет обувь России. Да, сейчас 49. Я 51 акцию продал. Вот. 51 лот. То есть, 510 акций я продал, 490 у меня осталось этих акций. Вот. Тоже немало, на почти 30 тысяч у меня осталось. Я буду продолжать заниматься вот этим поганым делом, то есть, продавать их на аукционе открытия. Сегодня у меня это не получилось. Вот сегодня аукцион открытия состоялся. Там, на аукционе, как я и ожидал, буквально, был куплен большой пакет в тысячу акций, но в эту тысячу я сделал так, чтобы... Ну, я вошел в первую тысячу, но в последний момент, когда вот буквально перед сделкой кто-то еще открыл... Короче говоря, меня отодвинули за тысячу, и я не влез в этот аукцион. Моя заявка стояла 61.39, вот чуть-чуть выше, я не влез. Вот. Ну, ничего страшного, будем продолжать. Вот. Посмотрите, чем удивительны вот эти две компании, АФК «Система» и «Обувь России». Восстановление после дивидендного ГЭПа произошло моментально. Вчера я купил АФК-систему, потому что она стала расти. Вот. Я ее вчера купил, потому что восстановление произошло немедленно. Обувь России, я говорю, что я остался в обуви России, я просто уменьшил свой пакет. Вот. Дивиденды я получил за тысячу акций, которые у меня были до отсечки. И после отсечки у меня остались еще 490 акций. Вы это видели. Что еще из интересного я могу продемонстрировать? Давайте посмотрим, как восстанавливаются акции после дивидендного ГЭПа. Вот. Уже здесь. Вот. Недавно был дивидендный ГЭП по Ленэнерго привилегированным. Посмотрите. Ну, здесь явно видно, что дивидендный ГЭП произошел вот 28 июня. Видите, да? Перед дивидендным ГЭПом акции росли с 10 июня. То есть за 2 недели до дивидендного ГЭПа они начали расти. И они восстановились буквально вот через 2 недели. Сейчас они уже выше, чем были вот здесь. Вот. То есть очень хороший результат. Ленэнерго привилегированные, считаются акции растущие. То есть они очень быстро восстанавливаются после дивидендного ГЭПа. Вот. Обувь России точно так же восстановилась после дивидендного ГЭПа моментально. И сейчас она уже растет. Сейчас я, так сказать, вот здесь вот обувь России. Где она у меня? Вот она, обувь России. Вот посмотрите, дивидендного ГЭПа. То есть вот это вот дивидендный ГЭП вчерашний. Восстановление произошло моментально. И она уже, так сказать, она уже растет. Она продолжает расти дальше. Вот у меня стоит заявка на продажу. Ну, это ничего не значит. Если вот будет шпиль и проткнет ее, значит, я продам эти акции и тут же снова куплю. Потому что я намерен у них оставаться. Ну, а почему бы не срубить лишнюю денежку? Вот ради этого и стоит эта заявочка. Вот. Что еще? Система. Ну, давайте посмотрим на систему. Вот она система. То же самое в большом масштабе. Ну, здесь дивидендный ГЭП был совершенно несущественный вчерашний. Вот он. Вы видите, что она уже практически восстановилась. Система. Я ее приобрел. И мой портфель сейчас выглядит так. Я недавно уменьшил долю в валютных активах. Я продал свою облигацию Web23, которая приносила мне доходности и принесла в валюте. У меня осталось РУС-28. Это самая большая часть моего портфеля. Это в валюте. 44% средств у меня в валютной облигации. Это на фондовом рынке имеется в виду. У меня есть еще и другие вложения. Вот обувь России из рублевых. У меня самая большая часть в обуви России. Дальше идет по объему Распадская. Я давным-давно уже жду роста акций на Распадскую. И я его дождусь. Сейчас я в небольшой прибыли здесь. Вот. Полиметалл. То же самое. Сейчас все говорят о кризисе. А Полиметалл – это компания, которая занимается добычей золота-серебра. По большей части. И поэтому я ожидаю, что золото-добывающая компания, акции золото-добывающих компаний будут расти. В частности, Полиметалл у меня. Вот. Далее. Далее у меня Новотек. Ну, люди говорят, что его пора продавать, что я с котеном уже там на хаях и так далее, и так далее. Я взял, я в него верю. Потому что Новотек – это компания, которая занимается жиженым природным газом. И по СПГ Россия сейчас начинает занимать достаточно серьезные позиции. А Новотек ввела недавно компания «Новые мощности» по производству жиженого газа. И сейчас, в общем-то, у нее инвестиционный цикл заканчивается. И выручка, я считаю, что будет расти. То же самое, что с «Газпромом», но с «Газпромом» еще не завершен цикл. То есть «Северный поток-2» еще не построен, «Южный поток-2», «Южный поток» тоже не запущен. Поэтому «Газпром» еще в будущем только, а «Новотек» уже, в общем-то, инвестиционный цикл закончен. Система, как я уже сказал, я вчера приобрел ее, потому что дальше падать некуда. «Газпром» я тоже приобрел буквально вчера. Поэтому сейчас пока эта позиция убыточная. «Сургут» нефтегаз привилегированный, о котором я уже говорил. Видите, минус 2638 рублей в связи с дивидендным гэпом. «Алроса» я недавно приобрел. «Алмазы России». Компания «Яндекс» у меня тоже приобретена не так давно. Я говорил, что я хотел ее купить, и я ее купил. Из перспективных компаний, которые еще можно приобрести, у меня люди спрашивают часто, какие есть компании. Но сейчас очень серьезно начал расти банк «ВТБ». То есть у меня, вот вы видите, банковского сектора нет. И можно купить либо «ВТБ», либо «Сбербанк», например. Но «ВТБ» сейчас очень активно растет. «Сбербанк» как-то вот прекратил свой рост. Транспортных компаний у меня нет. «Аэрофлот». Он упал уже ниже некуда, и сейчас начал расти. «Аэрофлот». «Аэрофлот» возможно купить. Из нефтяных компаний. Значит, «Лукоил», он очень сильно рос, 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 рос на байбеках. «Лукоил» платит дивиденды очень хорошо. Но сейчас рост прекратился. И я думаю, что он настолько сильно вырос, что она перекуплена. Поэтому я «Лукоил» не собираюсь покупать. А вот компания «Татнефть», я ее ввел в список наблюдений. И, скорее всего, я что-то прикуплю из этой компании. Вот посмотрите, как росла компания «Татнефть» за последний год, скажем так. Да, примерно год. Вот она за примерно год выросла с 463 до 623, то есть на 50% акций «Татнефть» выросли. Пока вроде бы с «Татнефтью» никаких скандалов не связано. Есть еще компания «Башнефть», которая считается тоже очень перспективной. Давайте посмотрим на «Башнефть». То есть из нефтяных компаний можно приобрести «Татнефть», «Башнефть». Давайте посмотрим. Вот у нее была отсечка. Но она сейчас в нисходящем тренде «Башнефть». Ну, потому что... О, она на минимумах. Может быть, и стоит купить «Башнефть», потому что тоже достаточно очень интересная компания. У нее есть лицензия на крупнейшие нефтяные месторождения, которые будет осваивать Игорь Иванович Сичин, который сейчас владеет, собственно говоря, «Башнефтью», которую он отобрал у АФК «Система». Ну, это так. И еще из нефтяных компаний «Газпромнефть» сейчас тоже начала очень активно расти. «Газпромнефть» уже растет, «Башнефть» на минимумах. «Татнефть» вы видели, что уже растет. Не знаю. То есть, может быть, по чуть-чуть всех компаний купить и посмотреть, что это будет. Вот, ну, собственно говоря, вот такой небольшой обзорчик по акциям, которые у меня уже есть и которые, я считаю, перспективными. Повторяю еще раз и напоминаю, что это чисто мое мнение. Оно не может быть руководством к действию ни в коем случае, потому что это мое мнение. Я считаю, вот так. Вы принимаете решение самостоятельно о том, покупать эти акции или нет. И все риски, связанные с покупкой или продажей этих акций, они, конечно же, ваши. Вот, потому что, ну, вот я считаю, что они вырастут. Ну, они же от меня никак не зависят. Вот, поэтому я вас предупредил о рисках, потому что акции – это не только большие прибыли до 50% в год, но и риски. Поэтому смотрите за рисками. А как отслеживать акции, как смотреть, строить графики, как ими оперировать и где брать информацию, я обо всем этом рассказываю на курсе «Биржа для чайников». То есть, если вам интересны инвестиции в фондовый рынок, и если вы не хотите получать вот эти там 6-7% годовых, которые дает вам банковский депозит, а вы хотите получать там до 50%, скажем, на фондовом рынке, вы видите, что это возможно, то, конечно, надо идти, во-первых, на фондовый рынок. А если вы идете на фондовый рынок, то, собственно говоря, нужно учиться. И если у вас знания нулевые, то курс «Биржа для чайников» – это как раз то, что вам нужно. В ближайшее время я где-то числа с 15 сентября хочу снова начать живой курс «Биржа для чайников». Стоимость будет 10 тысяч. Пока еще я не начал набор. Те, кто предварительно будет записываться, конечно, смогут записаться с огромной скидкой. Следите за новостями. Я об этом буду говорить. Подпишитесь на мой канал. Поставьте сейчас, пожалуйста, лайк. Спасибо за внимание. С вами был Демитров Юрий. До встречи. Продолжение следует...